Зима Зима, пожалуй, самое волшебное время года, ну хотя бы потому, что именно в зимние месяцы мы празднуем Новый год и Рождество Христова. И хотя декабрь в этом году выдался довольно странный, кроме того, еще и дождливый, все равно сомнений в том, что праздники наступят и пройдут на ура, нет. Ну а мы, в свою очередь, постараемся помочь вам в создании новогоднего настроения. На ваших экранах программа «О чем молчит время». Здравствуйте! Сегодня мы решили отойти от привычного формата нашей программы. Не будет далеких путешествий, разрушенных усадеб, поместья и церквей. Зато мы расскажем об истории приближающихся праздников. Надеюсь, она вам будет не менее интересна, чем история родного края. Новый год – один из самых любимых праздников. Интересно, сколько же ему лет или столетий, а может быть, тысячелетий? С одной стороны, это праздник совсем молодой, а с другой – невероятно древний. Действительно, Новому году в том виде, в котором он существует сейчас, всего несколько столетий. Но если копнуть чуть глубже, то окажется, что во все времена существовали праздники, обозначающие окончание одного периода и начало нового. Как праздновался Новый год и вообще существовал ли такой праздник в дохристианской Руси? Конечно, ответить точно на этот вопрос мы не можем, но о догадках, предположениях и гипотезах расскажем. Естественно, о тех далеких временах, когда и письменности еще не существовало, мало что известно. Доподлинно можно утверждать только то, что календарь наших предков строился появлением четырех сезонных ипостасей языческого бога Солнца – Каледа, Ерила, Купайла, Световид. Слабенькое зимнее солнце младенец Каледа рождается обновленным утром после ночи зимнего солнцестояния. В день весеннего равноденствия оно обращается в окрепшее солнце юношу Ерила. Летнее солнцестояние обращает его в солнце мужа Купайла, а осеннее равноденствие в стареющее мудрое солнце Старовид. Каждый из этих периодов, конечно же, отмечался определенными обрядами. Новый год, он, конечно, в дохристианские времена, в допетровские времена, он отмечался весной, потому что крестьянин жил на земле, жил от земли, от ее плодов. И ему было естественно начинать весной свой год с нового сева, с нового урожая, с ожидания нового урожая, с его получения и завершать, соответственно, вот зимой. Но люди были не дураки, да, и они заметили давно, что именно зимой, в самое темное время года, начинает прибавляться в немножко день, и как бы рождается новое солнце. И вот этот вот период начали отмечать как то, что мы сейчас называем Рождество, раньше, возможно, это где-то называлось Каледа, на Рязанчине это называлось Овсень, Таусень, Баусень, Святки, очень много названий у этого периода, но отмечали его всегда и все, вообще все славянские народы. Собственно говоря, именно с тех еще дохристианских времен и сохранился обычай каледовать и гадать в этот период безвременья, когда один год закончился, а другой еще не наступил. В это время, возможно, был контакт с иным миром, поэтому устраивались всевозможные гадания, ряженья. Вообще считалось, что предки с той стороны могут прийти к нам и нам как-то либо помочь, либо нас услышать. И от того, как мы их задобрим, в общем-то, зависело благополучие все на ближайший год. В принципе, вот именно тогда закладывался уже и будущий приплод, и будущий урожай, и то, чего крестьянин вообще ожидал, пожелание к Новому году, то, что мы можем сейчас сказать. Существует также версия, что на Руси Новый год отмечался в день весеннего равноденствия, то есть 22 марта. Народ отмечал и Масленицу, и Новый год в один день. Прогнали зиму, значит, наступил Новый год. В 988 году состоялось крещение Руси. С принятием христианства появилось новое летоисчисление от сотворения мира и новый календарь, юлианские, с закрепленными названием месяцев. И тогда началом Нового года стали считать 1 марта. Затем православная церковь по одной из версий в конце 15 века, а по другой в 1348 году перенесла начало года на 1 сентября. Этот день стал праздником Симеона, который отмечается и сегодня. А в 1492 году великий князь Иоанн III утвердил постановление Московского собора считать 1 сентября за начало как церковного, так и гражданского года. В 1699 году произошло важное для истории празднования Нового года в России событие. Великий реформатор Петр I запретил праздновать Новый год 1 сентября. 15 декабря того же года был издан указ, согласно которому отмечать Новый год стали 1 января. Так и получилось, что по старому летоисчислению шел 7208 год, и к 1 января должно было уже исполниться 4 месяца этого года, а по новому календарю наступил 1700. Так что в 1699 году Новый год праздновался два раза. Велика в России считают Новый год по-разному. С сего числа перестать дурить головы людям и считать Новый год повсеместно с 1 января. А в знак доброго начинания и веселья поздравлять друг друга с Новым годом, желая в делах благополучия и в семье благоденствия. В честь Нового года учинять украшения из ели, детей забавлять, на самках катать с гор. По знатным и проезжим улицам у ворот и домов учинить некоторые украшения из древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых. Чинить стрельбу из небольших пушек и ружей, пускать ракеты, сколько у кого случится, и зажигать огни. А взрослым людям пьянства и мордобоя не учинять, на то других дней хватает. В 12 часов ночи на Красную площадь с факелом в руках вышел царь и запустил в небо первую ракету. Но справедливости ради надо сказать, что зимний Новый год на Руси с трудом пробивал себя дорогу. Если бы не жесткий характер Петра, который буквально силой заставлял своих подданных весело отмечать новый праздник, если бы не смекалка Елизаветы I, которая начала устраивать пышные балы маскарады при дворе и бесплатные праздники для народа, вряд ли бы эта традиция прижилась. Жители всея Руси еще долгие годы желали встречать Новый год по старинке 1 сентября. Сменились поколения, пока этот всеми сейчас любимый праздник не занял своего достойного места в календаре самых торжественных дат. Даже если считать, что Новый год отмечался всегда, то вот традиция наряжать на этот праздник елку появилась совсем недавно. Любопытно, что в Петровскую эпоху главным символом Нового года была не пышно наряженная елка, а еловые или березовые ветви. Традиционных новогодних игрушек вплоть до 19 века тоже не было. Ветви украшали фруктами, орехами, сладостями, яйцами, собственно говоря, любыми съедобными вещами, которые имели округлую форму. А вот первые наряженные елки стали появляться в нашей стране лишь в 19 веке, причем изначально их ставили на крышах и у заборов питейных заведений. В Санкт-Петербурге, в котором на тот момент жило очень много немцев, стали уже украшать елочки. Но именно немецкие семьи. И поскольку наша страна очень так активно перенимала чужие традиции, европейские традиции, стали потихонечку елочки как-то распространяться и среди русского населения. Но тем не менее, до первой половины 19 века елки как украшение Нового года не упоминаются нигде. Даже если взять того же Пушкина, у Евгения Онегина есть глава про празднование святок, у Лермонтова есть упоминание святок, у Жуковского, у того же. Там нигде не фигурирует елка, как рождественский какой-то атрибут. Трудно сказать, когда первая елка появилась именно в русской семье. Есть такая легенда, возможно, это действительно так, что первую елку установил в своей семье Николай I в конце 30-х годов. Именно с этого момента елка уже стала ставиться в русских семьях, не только в немецких. Что касается Рязани, то по воспоминаниям нашего семьяка Якова Полонского, вплоть до 1838 года такого понятия, как новогодняя елка, вообще не существовало. Но уже через несколько лет, а именно в 40-х годах, Рязань охватил елочный бум. Опять-таки, по воспоминаниям Полонского, елки сюда привезли, ну, привезли, так условно говоря, выпускницы Смольного института. Из Санкт-Петербурга, конечно же, потому что, ну, Петербург столица, естественно, там все, все традиции изначально и зарождались. Что интересно, первые елки продавались не как сейчас на елочных базарах, а в кондитерских. Кондитерские в то время принадлежали, ну, как бы мы сказали сейчас, диаспоре из Швейцарии, швейцарских кондитеров. В общем-то, они очень так сметливые очень люди, они быстро поняли, что елка – это такой хороший, наряженная елка – это хороший такой подарок и способ заработать деньги. Поэтому в предновогоднюю суету, помимо кондитерских изделий, можно было приобрести и уже наряженную елку. Елки стоили тогда очень дорого. В старых газетах, в старых журналах можно даже найти рекламу, которая рассказывает о том, что там в такой-то кондитерской есть елки. А в такой-то кондитерской их нет, потому что нет места, где их хранить. Но одно дело елочку купить и совсем другое – нарядить. Как оказалось, все в этом мире имеет свою историю, даже новогодние игрушки. Украшать елки начали в 60-х-70-х годах 19 века, повторяя европейскую моду. Елочных игрушек русского производства тогда еще не было, их заказывали в Европе. Купить украшение стекла для жителей России конца 19 века было то же самое, что современному россиянину купить машину. Во многих, например, дворянских семьях, особенно в дворянских усадебах, что странно, конечно, елка очень долго не переживалась. Казалось бы, вот усадьба, она, как правило, стоит где-то на природе, рядом леса, есть крестьяне, которых можно отправить за елкой. Но не ставили елку. Почему? Потому что многих обедневших, особенно дворянских фамилий, просто не было средств на то, чтобы украсить как-то елочку, потому что очень дорого стоили игрушки. Ну и, конечно же, потом нашли выход из положения, стали уже делать игрушки своими руками. Это была такая домашняя забава, когда садили всей семьей за стол, особенно дети очень любили это все. И вырезали из картона какие-то фигурки, или покрывали орешки с усальным золотом. Тоже был непременный атрибут елки. Первые стеклянные игрушки на территории СССР начали делать в период Первой мировой войны к клену. Там мастера-артельщики выдували стеклянные изделия для аптек и прочих нужд. Но в военные годы пленные немцы научили их выдувать шары и бусы. Помимо стекла, игрушки делали из картона. В дореволюционной России был популярен дрезденский картонаж. Игрушки, склеенные из двух половинок выпуклого тонированного картона. Были игрушки из ваты, накрученные на проволочный каркас. Так оформляли фигурки детей, ангелочков, клоунов, моряков. На елках развешивали бутафорские фрукты из папье-маше и бархата. А на верхушке закрепляли вихлеемскую звезду, шестиконечную, в отличие от советской. А традиция увенчивать елку украшением в форме пики связана не с формой ледяных сосулек, а с дизайном военных касок времен Кайзеровской Германии. Пикообразные верхушки для елок начали делать именно там. Сегодня украсить елку не проблема. В магазинах выбор елочных игрушек огромен. Но некоторые считают, что в этих украшениях не хватает души. Мне очень нравится сам подход, с какой любовью раньше относились к игрушкам, вообще к вещам делали. То есть каждая игрушка, она индивидуальна, сделана с огромной любовью. Она живая, добрая. Вот, к сожалению, сейчас это уходит. То есть можно взять игрушечку, а на ней есть надпись, кто придумал этот образ, кто его исполнил. И даже пишут дату, число, когда это было изготовлено. Понимаете, эту берешь вещь в руки, она действительно живая, добрая, теплая. Такие украшения с душой мы смогли найти в музее игрушки в Пощупово. Есть достаточно старые игрушки. То есть на вершине елочки зайчик сделан из ваты. То есть это довоенные годы. Многие игрушечки сделаны, например, вот такая фольга, обтянутая медвежонок. Очень нравится мне вот такой медвежонок. Этого медвежонка, ну, может быть, это трофейная игрушечка. Но вот по рассказам его привезли в 45-м году. Повесили на елочку. Это была единственная в семье стеклянная игрушечка. Ее хранили, сейчас мы ее, видите, вешаем. Мне очень нравится, какие образы созданы вот зайчики. Вот с этой стороны зайчик с барабаном и чуть пониже. То есть они, вроде бы, сюжет один и тот же, но зайка. А какие они разные абсолютно и по характеру, и по внешности. Очень мне нравится образ, который создали вот доктор Айболит. Здесь у нас есть игрушечка. Я вот помню, когда на улицах, на перекрестках висели вот такие светофоры. Вот. Тоже помню, шишечки. То есть много игрушек добрых. В 25-м году празднование Нового года было запрещено. И лишь через 10 лет, благодаря партийному деятелю Павлу Постышеву, праздник был реабилитирован. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова